Здравствуйте дорогие ценители тромбона и современных техник исполнения на этом инструменте сегодня наши встречи будут проходить формате рассказываю об этих техниках играю показываю собственно эти техники и потом показываю как это звучит в каком-то произведении и собственно будет показано как это записано в нотах это для вас наверное самое интересное первый прием современный исполнение на тромбоне которым я хочу рассказать это глиссанда долгое время он считался недопустимым в исполнении в академической музыке но с 20 века примерно его широко используют и композиторы и он является таким самым узнаваемым на тромбоне самый известный способ глиссанда это на одном обертоне и используется он исполняется он таким образом звучит таким образом нужно быть очень аккуратным в использовании этого приема так как нужно очень хорошо знать какие какой обертон дает сколько будет по длительности этот этот прием второй способ глиссанда это обертоновая глиссанда которая может исполняться как на одной позиции при помощи используя весь обертоновый ряд так на разных позициях используя разные обертона на разных позициях я сейчас покажу сначала на одной позиции вверх вниз или вверх или просто вниз и на разных позициях и на разных позициях Ну и наконец некоторым бонусом пойдет микс между этими двумя глиссандо. То есть современные композиторы используют это глиссандо как самостоятельное и как соединение с обертонового глиссандо с обычным глиссандо, так называемым. Вот и мне очень хочется показать сначала как используется обычная глиссандо, отдельно как используется обертоновая глиссандо и собственно как это все соединяется. Может быть в исполнении не будет заметно это, но я сделаю акценты на разных способах. Сначала мы обратим внимание на обычный глиссандо, как оно используется. Сейчас обещанное амбертональное глиссандо. Довольно сложный прием, но как обещал, исполняем. Ну и наконец микс тот самый обещанный бонус. Вы уже заметили, что обычное глиссандо более гладкое, а бертоновое оно более такое вот, такими идет соловьиными пузырями. И оно может быть по продолжительности обычное глиссандо длинное, может быть короткое. Также может быть соответственно короткое и бертоновое глиссандо, состоящее буквально из двух нот. И вот на этом коротком промежутке получается очень интересный такой орнамент, восточный, арабский какой-то, вот в этом произведении. Сейчас попробую вам именно это изобразить. Существует два вида мультифоников. Один более простой, другой более сложный, на мой взгляд. Первый это исполнение одной ноты на тромбоне, а другую одновременно исполнитель поет. Таким образом получаются различные варианты, которые вам по вкусу более. Сейчас будет первый... Первый вид. Второй мультифоник. Это расщепление звука между двумя бертонами. Желательно это второй, третий, третий, четвертый. Напоминает это спектр какой-то удивительный. Мне, например, чисто напоминает это звучание мотоцикла. Такое, получается, рычащее и очень специфическое, очень интересное звучание, правда. Послушайте. Это второй мультифоник. Довольно сложный в исполнении, но, в принципе, это все исполнимо. Очень хорошо звучит между вторым и третьим обертоном, и третьим, четвертым обертоном. И желательно на громком нюансе, то есть форте-фортиссимо и форте-фортиссимо. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.